Сейчас я бы хотел предоставить слово для выступления Грудинину Павлу Николаевичу. Я вас приглашаю посмотреть на нашем сайте вначале. Там есть фильм, мы недавно провели общероссийский семинар, где Грудинин, Казанков и Сумароков выступали три крупнейших руководителей народных предприятий. Ни копейки не берут у государства. Лучшие школы, лучшие сады, лучшие профориентации, лучшие спортивные клубы. Посмотрите внимательно. Пожалуйста, Павел Николаевич. Запустите. Говорят, зритель лучше воспринимается, чем звуковые. Поэтому пускай смотрят, а я буду рассказывать. Директором совхоза работаю довольно долго. Знаете, что объединяет людей вообще? В России объединяет людей две вещи. Это первая общая беда, и второе – это дети. Как-то Геннадий Андреевич мне рассказывал, от чего взялась революция. От того, что просто детей не могли накормить матери в Петербурге, и поэтому вышли на улицы. А за ними все остальные, и в результате появилась революция. Запустите, запустите, пускай это все идет. Ну и совхоз имени Ленина, который понимает, что главное – это дети, решил, коллектив совхоза, построить, ну скажем так, образовательный процесс несколько по-другому. Прежде всего, я сказал бы, что Олег Николаевич абсолютно прав. Что он сказал? Что если вы хотите построить что-то хорошее, вы должны слушать не тех начальников, которые пишут какие-то санпины, снипы и еще что-то, а учителей и воспитателей. И тогда у вас получится нормальное образовательное, скажем так, материальное учреждение, в котором захотят работать прежде всего те учителя, которые все это разработали. Второе – это, конечно, дети, для которых все это делается. Именно учитель является главным в вопросе проектирования и организации образовательного пространства. Что мы сделали? Взяли учителей, ну сначала детские сады мы строили, а потом школу. Взяли воспитателей учителей лучших и повезли, и они нас повезли даже, в Англию и Финляндию. Почему в Финляндию? Потому что там есть школа, которая в 2010 году признана лучшей школой в мире по организации. Заодно, кстати, я там узнал, что никакого министерства, и министерство оно есть в Финляндии, образование, но никакой команд они на них не дают. И поэтому в Финляндии лучший образовательный процесс, и успехи в образовании гораздо больше, чем у нашей страны. И это, кстати, очень важно, потому что в рекомендациях же написано про бюрократизацию. Бюрократизацию нужно убрать из образования, тем более, что есть еще такая мысль. Воспитание – это что? Мы кого хотим воспитать? Послушных, управляемых людей, или все-таки конкурентное и критическое мышление? Критическое мышление невозможно в нынешней ситуации, потому что оно прежде всего не предусматривается у учителей, потом у детей. Кстати, вот такой пример. Представьте, в каждой школе висит портрет губернатора, например. И вот сейчас пензенские дети удивительно то ли в телевизор смотреть, как губернатора сажают, то ли смотреть, где он там еще висит. Может, его не сняли, а может, уже надо снимать. Поэтому я считаю, что на самом деле вот эта пропаганда, в том числе политическая пропаганда, должна из школы вообще уйти. У нас, кстати, когда я учился, никакого губернатора и никакого руководителя из полкома облсовета не висело нигде. Нормально учились. Я вам расскажу тут несколько историй. Будучи депутатом областной думы, приехали в Китай, есть такая провинция Нанкин. Ну и встречались с партийным руководством этого субъекта, скажем так, этой области. Первое, что они нас попросили, это, говорит, можно у вас учителей? Мы дадим тысячу долларов зарплаты, полное государственное обеспечение, обеспечим квартиры, всем остальным. Не нужны им ни политики, ни инженеры даже, им нужны учителя, потому что учитель – это главное. А вот зарплата учителя – это очень важно. Вот в Финляндии говорят, что 10% лучших выпускников школы, запомните, 10% лучших идут в учителя, а у нас 10% худших. Почему? Потому что вы же сами создали ситуацию, где учитель… Знаете, почему учителя работают на полторы вставки? А это вот явно видно. Потому что на две есть будет некогда, а на одну – нечего. И поэтому учителя работают на полторы вставки. Но это ненормально, когда учителя работают за мизерную зарплату, и поэтому, если мы хотим, чтобы образование продвигалось, это, конечно, прежде всего зарплата учителя. Тем более, что еще давно мы говорим о том, что, слушайте, у нас единая страна, единое образовательное пространство. Ну почему учитель где-нибудь в Курской области или в Орловской получает в разы меньше, чем учитель в Москве, например? Ну это же ненормально. Они же общие… Это наши общие дети. Поэтому все финансирование образования… А, кстати, я вам напомню, что римляне говорили, что государство – три функции – учить, лечить и защищать. Так вот, учить нужно так, чтобы любой ребенок имел одинаковый доступ к образованию. А это, естественно, сказывается на учительском составе, потому что почему лучшие учителя уезжают в Москву, ну и Санкт-Петербург, и другие крупные города? Зарплата выше, жить легче, ну и контингент более… Более мотивирован. Причем я же понимаю, что вот мы столкнулись с нашей школой, есть профессиональные родители. Это такая интересная вещь. Они выносят мозг всем, они знают все, ничего не понимают, но с инициативой сумасшедшей. Учителя надо прежде всего оградить и от них, и от, извините меня, управления образованием. Потому что это невозможно. Еще такое интересное наблюдение. Знаете, кто для муниципального руководителя, а он назначает в школе директора, является приоритетом? Тот, кто исполняет все его команды по поводу, извините меня, выборов. Он говорит, учитель должен, вообще, в унисерско-образовании должно четко поставить задачу. Никаких учителей в избирательных комиссиях быть не должно. Потому что они превращаются уже просто в слуг. А потом, как этот учитель на следующий день приходит и начинает о добром, вечном и великом говорить детям. Слушайте, ЕГЭ. Когда-то это, может быть, было, я с Филипповым хорошо знаком, и очень его уважаю. Когда-то, может, это было возможностью для детей, которые находятся на периферии, поступить в вузы. Но чем меньше бюджетных мест в вузах, тем меньше мотивов. Потому что это уже не имеет никакого смысла. А вот стрессов для родителей и учителей такое количество. Ну, и давайте так, как же Финляндия и другие страны обходятся без ЕГЭ? Да обходятся прекрасно. На самом деле его нужно или отменить, или модернизировать, на мой взгляд. Вот вы смотрите на эти слайды и видите, что школу мы построили, всего она обошлась где-то в миллион, миллиард восемьсот, миллиард девятьсот. То есть сто тысяч на метр. Но таких школ, это нормальная, обыкновенная сельская школа. Вот таких школ должно быть по всей России ровно столько, сколько школ вообще есть. Потому что это новое. Но это только возможность для учителей и для детей развиваться. В этой школе вы увидели, что есть все для того, чтобы, Геннадий Андреевич тогда мы с ним тоже обсуждали, поставил задачу трудовое воспитание. Вот я почему могу к вам обратиться, коллеги, потому что я сам работал учителем, правда не в школе, а помните, было такое УПК. Я преподал трактора и автомобили в Развилковской средней школе, в которой я раньше учился, будучи завмастерскими молодым инженером. И у меня после курсов дети выходили с правами трактористов. Это очень важно, когда дети имеют возможность работать сами руками и в конце своего обучения могут спокойно гвоздь бить или еще что-то, как это говорит. Вот в нашей школе целый этаж отдан именно под это образование. Помимо этого, вы сейчас на слайдах увидите еще, а можно дальше провернуть, только без звука. В нашей школе рядом мы создали такие образовательные пространства, которые позволяют хоть выяснить, откуда у коровы молоко и кто такой вообще зоотехник. Потому что, к сожалению, уровень образования сейчас иногда даже в сельских школах не позволяет узнать вообще, кто такой агроном. У нас, кстати, есть такой интересный случай, вам будет интересно. Московские школы, они, конечно, смотрят телевизор, о котором мы говорим, приезжают и говорят, а что у вас корова не сиреневая? Они, оказывается, думают, что милки-уэй – это как раз та корова, которая дает… То есть они думают, что корова сиреневая. Нам пришлось их убеждать, что корова черно-пестрая, и вот они у нас такие. Мы часто говорим о том, что единое государство должно дать единые возможности. Я абсолютно убежден, что рассматривать образовательный процесс нужно в таком ракурсе – детский сад, школа и вуз. А потом уже они должны выйти нормальными специалистами, которые нужны государству, ну или бизнесменам. Если говорить о высшей школе, то могу сказать, что те люди, которые приходят в аграрных вузах, а тут выступал замминистра сельского хаиста, их нужно с самого начала переучивать. Но это не вина этих детей, это прежде всего беда. Потому что, например, когда я у всех этих аграрных вузов, которые собрались в ТСХ, у ректоров спросил, а у вас есть робот, который доит коров в качестве учебного пособия? Ни одна рука не поднялась. То есть уровень обеспечения материальной базы учебных заведений должна быть на голову или на две головы выше, чем следить за новейшими разработками. А у нас, к сожалению, научить ребенка или студента новейшей технологии можно только либо в очень хорошем передовом хозяйстве, либо, к сожалению, вывести его за границу. Мы так и делаем. Берем молодых агрономов, молодых зоотехников и отправляем куда-нибудь в Германию, в Голландию. Там они уже смотрят, как работают новейшие системы, а приезжают уже готовыми специалистами. Но это ненормально, потому что вообще проблема России – это отсталые технологии. А нам нужно срочно, как говорил Геннадий Андреевич, делать прорыв. Прорыв заключается в одном. Прежде всего, а я совершенно согласен с рекомендациями, это совершенно другое финансирование образовательных учреждений, это совершенно другая зарплата учителей, это совершенно другие подходы, кстати, к питанию. Министр образования, министр здравоохранения или замминистра должен знать, что вот эта система контрактных закупок, где главной является минимум цены, приводит к тому, что покупает самое некачественное. И как можно просить у детей, у учителей, чтобы было нормальное здоровье, если вы питаетесь черти чем, извините меня. Мы когда-то в советское время со своей фирмой поставляли парное молоко в школу. Попробуйте сейчас это сделать. Или, например, лучшее мясо или овощи. Сейчас это невозможно. Законы вроде как все приняты как будто хорошие, а на самом деле издевательство какое-то получается. И поэтому свежие яблоки привезти в школу ты можешь только в виде, скажем так, благотворительности. А на самом деле нужно сделать так, чтобы все, что произведено в России самое качественное, попадало именно в школы. А самое качественное и самое лучшее это не самое дешевое. Вы должны это понимать. Поэтому я думаю, что много статистики, мне больше верится в статистику, которую Олег Николаевич сказал. Но я думаю, что наша задача обеспечить будущее России. Будущее России это здоровые, умные, красивые дети. Если вы хотите их увидеть, приезжайте в совпуск Ленина, мы вам их покажем. Там все действительно у нас хорошо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, полный коллег, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...